День с толком Нефтяной рынок снова лихорадит Почему топливные компании зарабатывают, а россияне страдают? Как убирают снег в Барнауле? Горожане жалуются в соцсетях, а мы провели собственный рейд И в Бийске дело не чисто Водители автобусов устроили спонтанную забастовку из-за неубранных дорог Российский нефтяной рынок снова лихорадит Компании в конце прошлого года сократили объемы производства нефтепродуктов И активно продают их за границу В результате внутри страны образовался острый дефицит топлива Цены на бензин поползли вверх В Алтайском крае цена поднялась на 20-50 копеек за литр Автомобилисты боятся, что рост продолжится В проблеме разбиралась Валентина Аскерова Это кадры из Хабаровска Километровая голодная гусеница из автомобилей вдоль дороги Водители часами простаивают в очереди, чтобы заправить машину В дальневосточном городе сейчас острый дефицит топлива Мало того, что нефтяные компании сократили объемы производства бензина внутри страны Так еще и вышел из строя местный хабаровский нефтезавод За бензин в буквальном смысле начали драться Это Барнаул Страсти на заправках пока не кипят Пока все относительно спокойно Ажиотажа на АЗС нет А вот цена уже ударила по кошельку С конца прошлого года стоимость литра бензина на различных заправках выросла на 20-50 копеек Желательно, чтобы было бы подешевле Потому что, особенно касается тех, кто много ездит, конечно, выходит в копеечку А если резко взлетит вверх, выйди покупать? А куда деваться? Придется Если правительство не примет меры и не повлияет на нефтезаводы, которые предпочитают зарабатывать на экспорте, нежели обеспечивать бензином россиян, то цена на топливо вырастет уже не на копейки, а на рубли, прогнозируют эксперты В преддверии грядущего удорожания в некоторых регионах страны массово скупают пока еще бюджетный бензин А если бензина не будет хватать, будете затариваться в прог? У нас есть прог, грузовые автомобили затаренных прог У нас есть там пару кубов заряда Нет, 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 просто даже негде его хранились На прошлой неделе российский топливный союз лично передал вице-премьеру российского правительства Александру Новаку предложение о стабилизации нефтяного рынка В первую очередь запретить экспорт нефтепродуктов и нефти, увеличить объемы производства, увеличить объем продаж на бирже и стабилизировать цены на сбытах нефтяных компаний Сбыты – это нефтебазы нефтяных компаний в различных территориях, где на сегодняшний день, как я уже сказал, оптовые цены выше розничных Все эти предложения, собственно, не новые Топливный союз выдвигает их регулярно Когда предложения слышат, изменения происходят, но ненадолго, через 2-3 месяца нефтяные компании вновь протестуют, не желая отдавать бензин россиянам дешево А это значит, что на топливных качелях автомобилистам, возможно, придется качаться еще долго Валентина Аскерова, Александр Антропов, Алексей Фризин, День с толком Третий прививочный пункт для вакцинации от COVID-19 заработает в Барнауле уже завтра Его развернут в центре города на площади Сахарова, а работать будут только на выходных Напоминаем, в будни поставить прививку можно возле торговых центров Galaxy и Pioneer А тем временем за минувшие сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусом Скончались еще 14 человек непосредственно от COVID-19 В тяжелом состоянии сейчас находится 355 пациентов К аппаратам ИВЛ подключены 89 человек Снега меньше, но жалобы все равно остались После двух дней обильных снегопадов наша съемочная группа выехала в рейд Чтобы понять, почему борнольские автолюбители и этой зимой жалуются на плохую работу Управляющих компаний во дворах, а местами и на плохую работу городских служб Насколько оправданы жалобы, расскажем и покажем далее Зима 2020-2021 ничего уникального не принесла С неба ничто аномальное на нас не сыпалось, не считая обычного снега Причем в объемах гораздо меньших, чем в прошлую зиму Вот смотрите, дорога, по которой я иду, территория общего пользования И сравните с частотой уборки частной территории Почему так происходит, почему жители, при том, что снега падает мало Так много жалуются в соцсетях Мы вышли в город, чтобы сравнить и спросить Центральная улица Чищина А вот дворы туда не заехать, не проехать Вон взять эту улицу, да вон ниже Одна колея, машинам не разъехаться нифига ничего А по сравнению с предыдущими годами его лучше стало? Да, я бы не сказал, что лучше Мое мнение, я сам водитель, много лет Дороги более-более-более-менее по сравнению с прошлым годом То есть получше Получше, да, 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 конечно, намного лучше Скажите, как убирают с точки зрения автомобилиста, автолюбителя улицы Барнаульские? Ну, сами видите, как А во дворах? Ну, во дворах, сегодня был во дворе, ужасно И еще много жалоб на то, как чистят вот эти так называемые парковочные карманы Вот посмотрите, когда поднимаешься на такой высоты вал Правда, думаешь, внедорожник – городская машина А еще очень часто жалуются вообще на уборку парковочных мест И в том числе мест для инвалидов Ну и, конечно, мы не можем не спросить пешеходов Потому что тротуары убирают не лучше Вы видите, что во дворах творится? Ну вот, весь сказ Улицы городские, центральные, чистые, а во дворах… Здесь на татуарах уберут, для видимости А во дворах тяжело проходить, особенно старым людям Вот вы во дворе живете там когда последний раз приблизительно убирали? Ой, очень давно сейчас Я, честно, даже не помню В основном сами убирают жители Сами убирают? Ну да, возле своего дома подъезда и тут прочистят немножко все Мы, старики, вообще с трудом ходим Потому что невозможно не чиститься дворы Кстати, на проблемы с очисткой тротуаров Обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта Они проводят проверки качества работ по очистке улиц И вот по итогу проверки, проведенной несколько недель назад Они обратились к администрации Барнаула С их точки зрения качество уборки уличной дорожной сети неудовлетворительное Общественники призвали чиновников обеспечить безопасность горожанам на проезжих частях и тротуарах А мы позвонили и спросили, а что изменилось? Ситуация, конечно, не улучшается Я вам так скажу в связи с тем, что, возможно, обильные снегопады сейчас еще идут Но тут дается передышка такая Посмотрим И мы надеемся, что все-таки с приобретением техники дополнительной По очистке тротуаров ситуация в кратчайшее время изменится Как говорят представители фронта И в других городах ситуация оставляет желать лучшего В Бийске говорят все даже хуже, чем в столице края Но в подтверждении всему этому есть статистика Смотрите Известный автомобильный портал провел опрос среди жителей региона Насколько по пятибальной шкале они оценивают качество уборки улиц в Алтайском крае Больше трети жителей края поставили неудовлетворительно Двойка 20% поставили кол Один балл из пяти Четверка от 20% жителей края А высший балл Комнальчика поставили чуть меньше 7% Андрей Дриер, Николай Шилко, День с толком Вот и водители бийских автобусов сегодня устроили спонтанную забастовку Они отказались выходить на линию из-за нечищенных дорог Люди часами ждали общественный транспорт на остановках Такого в городе давно не было Терпение лопнуло Ездить по дорогам в приобской части Бийска невыносимо Говорят водители автобусов Элементарно, сегодня они не могли выехать даже с конечной остановки «Кристалл» Пазики просто буксовали и застревали в снежной каше Просто встали, а как работать? У нас хребет уже цыпался Вот как работать? Я не говорю, что мы несчастные Но хотя бы можно условия труда предоставить нам И получается, что высказывает нам каждый пассажир Что мы не можем к остановке подъехать Мы не можем отъехать к остановке Водители плохие Люди падают под автобусы А задавлю я кого, меня посадят и обвинят во всех этих грехах А нам зачем такая езда и такая работа и такие деньги? Водители автобусов пояснили, что не отправятся в рейс Пока коммунальщики не почистят дороги Нам надоело на этом каше буксовать И надоело толкать автобус Спустя несколько часов на конечную остановку «Кристалл» Прибыл наряд ДПС Сотрудники правоохранительных органов Попросили водителей убрать с проезжей части автобусы Но автоперевозчики стояли на своем Спустя время на конечную приехали еще три патрульных автомобиля Нам дорога нужна, нужна дорога Мы на остановку подъехать не можем Восточный район чистый, понимаете? Восточный район чистый, правильно? Я не знаю, насколько чистый можно считать Город один, а какая разница при Омске-Восточный? Ну я понимаю вас И это все протяжение всей зимы не справляется Ну значит не справляется Я же не могу за коммунальные службы вам ответить Никого из представителей администрации водители-кондукторы не дождались Люди рассказывают, что на место приезжал руководитель подрядной организации Который выиграл тендер на обслуживание дорог в Приобской части Бийска Правда, на своем внедорожнике он проехал мимо Гневный удар на себя взял представитель дорожной компании Который пояснил, что чистить дороги будут только в ночное время Объясните, почему другие-то службы чистят дорогу, а у вас нету? Вы не рассказываете Ну а с вокзала вы проехайте туда, на вокзал Там совершенно другой, да? Я везде езжу Ну а я вижу А почему? Как вы ездили Вы это место вычислили Давайте, знаете, как делаем Сейчас вот один базик поедет вообще без остановок Мы вот на заднюю сидушку посадим И по всем кочкам, которые есть Успокойтесь, я с утра езжу по этим кочкам Представьте себе На автобусе? На УАЗике На УАЗике Что-то хреново, значит, ты чувствуешь эти кочки? Проблема в том, что мне не дают конечную остановку вычислить Вот автобусы стоят Я пригнал сюда технику Мне надо вычистить автобусную конечную Мне этого не дают делать, потому что тут стоят автобусы Ночью грейдеров не было Я не знаю почему, но, по-моему, не дали грейдера Похоже, что без вмешательства прокуратуры ситуация уже не исправится Да и руководству города, наверное, тоже пора сделать определенные выводы Ну почему Студеникин не может сюда приехать? Это же дороги, это же все его видение Пусть они как-то или выходят на администрацию Или как, но это почему мы должны жить или города страдать от этого? Спустя несколько часов, когда водители и кондукторы уже разошлись И все же вышли на линии На место приехал глава города Александр Студеникин Да и коммунальные службы начали расчищать конечную остановку К этой теме мы еще вернемся Евгений Плохотин, Андрей Сегаев, День с толком А сейчас к новостям культуры Моя коллега Елена Кузовкина побывала в галерее Республика ИЗО Недавно там открылась выставка собрания Художники и любители представили свое творчество на суд зрителей Получилась своего рода солянка Хотя некоторые ее продукты весьма любопытны Не на видном месте, а в самом конце галереи Расположена работа, которая нас, как зрителей, заставила остановиться Все прочие, если оценивать их беглым взглядом, похожи друг на друга И лишь эта картина на злобу дня Смелая Сюжет обостряет реалии пандемии Отношение к болезни простых врачей и чиновников Кураторы галереи отметили для себя этого автора И уже предложили ему персональную выставку Недостаточно сделать работу яркими цветами Она может привлечь внимание глаза, но не привлечь совершенно внимание зрителя Важно поддерживать идею Ну и почему не зацепляется глаз? Потому что мы всегда говорим Авторы любят цветочки, натюрмортики Они могут быть прекрасные, они могут быть хорошие Автор может профессионально все это выразить Но зачастую это, ну какой смысл в ромашке? Ну только то, что это ромашка, это красиво Обидеть кого-то из авторов здесь не хотят И в обычных цветочках может быть глубокий смысл Или его вовсе может не быть? Разным зрителям нравится разное Вот и Юлия Сорокина, профессиональная художница Проходя мимо наивной работы своей мамы Скромно смеется и тут же признает, что и такому творчеству есть место Кстати говоря, она живет в Москве И когда в Москве она носила эту работу Оправлять багет Просто на улице люди подходили Просили продать за бешеные деньги За огромные деньги Так быть может вы чего-то не понимаете Тут великое искусство Да, возможно я чего-то не понимаю А еще Юлия не понимает, почему многие потребители, заказчики Не способны отличить настоящее искусство от пиара Говорит сейчас, любая домохозяйка может называться художником И раскручивать себя, например, в инстаграм А действительно качественные произведения часто остаются в мастерских Или попадают на такие вот выставки Художнику в нашем городе не так легко развиваться И не так легко зарабатывать достойно Очень сложно И большая конкуренция вообще на рынке Надежда Рохлина конкуренции пока не боится Во всяком случае сейчас свои картины, как правило, не продает Копит готовится к персональной выставке На этой коллективной чувствует себя немного не на месте в прямом смысле Вот эти три работы – это и «Гордый рыцарь» Единая композиция, но висят они в разных залах Так решил куратор галереи Что любопытно, все картины написаны, основываясь на науке цветоведения Надежда использовала ограниченную палитру красок Получается, у вас есть, грубо говоря, пять цветов и все? Вот все мои картины написаны тремя цветными красками Редко четырьмя, плюс белые и черные Какие там основные цвета? А это каждый раз по-разному На примере своей работы покажите как раз ту самую ограниченную палитру Вот «Рыцарь» В «Рыцаре» получается у меня было три красочки Из цветных была индиго Она дает черно-синий тон Была желтая И была красная кармин Вот и все, ну и белая Познакомиться со всеми участниками выставки невозможно Их здесь 72 И говорить о какой-то единой концепции тоже не приходится Экспозиция своего рода отчет о проделанной работе Художники сами определяли, что на этот раз показать зрителям Оценивая общее радужное настроение, понимаешь Авторы устали от негатива, серости жизни И решили, что называется, не заморачиваться на сложные сюжеты и социально-политические темы Просто продемонстрировали свое внутреннее «Я» Ну, как вы уже поняли, на выставке представлены только картины И лишь один автор предоставил свои скульптурные композиции Вот, например, называется «Спящий» Суть ее в чем? Когда мы с вами спим, кто-то внутри нас пытается вырваться наружу Я настоящий, я честный, я искренний И, к сожалению, не у всех это получается А вот у авторов этой экспозиции вырваться наружу получилось Эта выставка будет работать в галерее Республика ЭЗО до 14 марта Елена Кузовкина, Алексей Фризин, День с толком Два дня, 22 региона и почти 170 спортсменов В Барнауле стартовали все российские соревнования по самбо памяти Валерия Метелицы Это уже четвертый по счету турнир подобного масштаба Повлияла ли пандемия на подготовку спортсменов И пользуются ли сейчас самбо популярностью среди молодежи Смотрите в сюжете Друзья, один хороший подворот дел Подвороты, броски и болевые приемы Привычное дело для самбистов Атмосфера в зале накаляется с каждой минутой Держать удар даже опытным и сильным борцам получается не всегда К тому же из-за пандемии тренировки длительное время были под запретом Наращивать форму ребятам пришлось в сжатые сроки Соперников нельзя недооценивать Несмотря на то, что я первые две сплатки выиграл чисто Сейчас уже круг за кругом соперники все сильнее И тем не менее пока удается выигрывать Турнир в этом году собрал почти 170 спортсменов со всей страны От Москвы до Дальнего Востока И с каждым годом, по словам организаторов, число участников только растет Очень большой получился толчок в развитии Открылось отделение в училище Олимпийского резерва В центре спортивной подготовки заработали ребята Поэтому прям определенная популярность есть И много желающих заниматься Но вот, к сожалению, не во всех районах есть такие условия, спортивные залы А желающих много К слову, этот турнир – хороший шанс проверить свои силы и амбиции Перед большим чемпионатом России Который стартует в конце февраля в Оренбурге Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин, День с толком А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях И на Ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях А через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эволар» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!